Младшую из сестер Хачатурян признали невменяемой в момент убийства. Марию перевели в тюремную психиатрическую больницу, уже в больничной двухместной камере. Три сестры, Мария, Ангелина и Кристина Хачатурян, больше месяца находятся под стражей. Они обвиняются в убийстве собственного отца. Но по рассказам и самих девочек, и знакомых семьи, Михаил был жутким тираном. И похоже, это находит подтверждение у следователей. В субботу, 8 сентября, появилась информация о том, что 17-летнюю Марию Хачатурян перевели из СИЗО номер 6 в Бутырку. СИЗО номер 2. Из-за того, что в этом изоляторе есть психиатрическая тюремная больница. Три сестры, Мария, Ангелина и Кристина, больше месяца находятся под стражей. Мария уже давала показания, и ее мать Аурелия Дундук, которая присутствует на всех следственных действиях, слышала, как девушка рассказывала не только о физическом, но и о сексуальном насилии со стороны отца. Сестрам была назначена сексопсихиатрическая экспертиза. В четверг моя подзащитная проходила амбулаторную экспертизу, рассказал КП адвокат Марии Хачатурян Ярослав Пакулин. Самих документов мы пока не видели, будем знакомиться с ними позже. Но, как подтвердили в следствии, в телефонном разговоре, Марию признали невменяемой на момент совершения злодеяния и после него. Такое ее состояние спровоцировало аморальное поведение потерпевшего, отца, в скобках примечания редакции. Скорее всего, перевод девушки в СИЗО номер 2 означает, что ей назначили более глубокое стационарное обследование. Ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников подтвердил перевод девушки именно в психиатрическую больницу, а не просто из одного СИЗО в другое. Мария уже в больничной двухместной камере вместе с женщиной, также подозреваемой по тяжкой статье. Все ее вещи с ней, знаю, что девушку уже навещал психолог. Обычно эта психиатрическая больница в Бутырке служит своего рода перевалочным пунктом для людей, которых потом кладут для обследования в институт имени Сербского или другие профильные учреждения. Еще один член ОНК Павел Пятницкий написал у себя в соцсети, что девушка, возможно, находится теперь в таком состоянии именно из-за длительных издевательств со стороны отца. По словам правозащитника, скорее всего, суда Мария будет дожидаться в больнице. Родственники погибшего Михаила Хачатуряна поспешили выписать его бывшую жену и сына из квартиры. Не прошу, а его ближайшие родственники уже, похоже, начали борьбу за наследство. История семьи Хачатурян. Вот уже больше месяца у всех на слуху. Напомним, что три дочери погодки Мария, Ангелина и Кристина убили собственного отца 29 июля, нанеся ему 38 ножевых ранений. Все это произошло в квартире, где жила семья. Все три девочки арестованы и содержатся в СИЗО номер 6. После произошедшего ходило много слухов, и вопрос денег и наследства возник почти сразу же. Причем именно со стороны знакомых Михаила. Уже на похоронах начали говорить о том, что якобы перед самой смертью со счетов покойного пропали крупные суммы денег. Подозревали в этом, естественно, девочек. Хотя, как стало известно, банковские карты Михаила следователи передали его сестрам и племяннику. Многочисленные армянские знакомые, не стесняясь, говорили на камеру журналистам, что вообще мать детей Аурелия Дундук все это устроила ради наследства. Между тем, из наследства убитый оставил своим детям немного. Всего-то два автомобиля. Квартира на Алтуфьевском шоссе записана на его старенькую мать. Еще одно жилье. Квартира в Солнцево не приватизирована, то есть государственная. Ее выдали хачатурянам, как многодетной семье. Но они в ней никогда не жили, отец ее сдавал. По всем законам наследники вступают в свои права спустя полгода после смерти. А по традиции до 40 дней вопросы наследия в семье даже не поднимаются. Но похоже, только не в семье Михаила Хачатуряна. Как стало известно, КП еще 22 августа мать покойного подала в Бутырский районный суд иск. Как значится на сайте суда его тема «Иные жилищные споры». В ответчиках значатся Аурелия Дундук и ее сын Сергей Хачатурян. «Я не в курсе, что они собираются такое сделать. К чему это? Не успела полгода еще пройти», – сказала КП Аурелия. «Да бог с ними! Мне сейчас вообще не до этого, честно говоря. Знаю, что его родня и в Солнцево, где муниципальная квартира, уже ездили. Общались с квартиросъемщиком, просили его квартиру освободить. А Солнцевская квартира на кого?» – Аурелий Дундук отвечает. «Я точно даже не знаю. На Михаила, наверное. Но в ней прописаны Мария и Ангелина. По закону она же детям должна достаться. Мне не до этого вообще. Я один раз только пыталась зайти в квартиру на Алтуфьевском. Хотела взять вещи для девочек в СИЗО. Но Арсен меня не пустил. Они замки поменяли. Мне пришлось покупать все новое. Накладно, конечно. Но добрые люди помогли, справились. Пусть родня Михаила делает, что хочет. Бог им судья». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok